Рэнбоу СИГС Бандиты в играх, да и вообще в произведениях массовой культуры, нередко выглядят как бомжи из спальных районов, однако в СИЧ террористы похожи на настоящих солдат, экипированных в бронежилеты и каски. При этом по механике игра кардинально отличается от других популярных мультиплеерных шутеров. Здесь нет большого упора на перестрелки. Использование всевозможных гаджетов занимает большую часть раунда. Так, например, подготовительный этап заобороняющихся предполагает укрепление базы. Необходимо тщательно заколотить все окна, рассыпать колючую проволоку в узких местах и расставить щиты. Атакующие, в свою очередь, стараются с помощью наземных дронов определить место, где держат заложника. Зачастую, если правильно угадать точку респауна, это несложно. Если на втором этаже никто не латает дыры, то вывод напрашивается сам собой. Уже на подготовительном этапе становится ясно, насколько сильно в СИЧ сделан упор на командное взаимодействие. Мы несколько раз становились свидетелями того, как террористы устраивали бедлам, то баррикадируя себя в небольшой комнате, то разрушая уже установленные препятствия. При этом, само собой, никто не собирается выискивать дроны противника. В свою очередь, спецназ, поддавая стадному инстинкту, вместо того, чтобы рассыпаться по всей площади самолета, дроны ездили гуськом друг за другом. В основном режиме творится еще большой бардак. Помимо того, что не знаешь всех особенностей карты, каждый игрок стремится стать героем и норовит подставиться под пулю союзника. Голосовой чат абсолютно не спасает ситуацию. Впрочем, даже на экране выбора точки дислокации игроки хаотично нажимают все подряд. В большей степени во всем виноват достаточно высокий порог входа. В первый час игры постоянно путаешься во всех этих приспособлениях и тщательно стараешься заучить наизусть планировку дома. А ведь тактический потенциал у Сич просто огромный. Очень важно с самого начала разобраться во всех гаджетах и устройствах. Забивая гвозди в доски на окнах, нужно помнить, что у вашего напарника есть пуля непробиваемая. Глушилку дронов тоже необходимо ставить в стратегически важных местах. Например, поближе к заложнику. И напротив, не нужно простреливать препятствия, если за вашей спиной пытается протиснуться спецназовец с кувалдой. К слову, всевозможные разрушения имеют важное значение. В силу того, что Сич – игра строго про замкнутое пространство, прилететь противник может с любой стороны. Например, грамотно поставленный заряд на полу, этажом выше заложника, может напрочь сломать всю стратегию защиты. К тому же, окопавшийся в ванной террорист Кемпер может не обратить внимания, как к нему подкопаются со спины. Впрочем, пытаясь обыграть противника, зачастую можно потерять драгоценное время. Каждый раунд длится от силы 3 минуты. При этом, несмотря на короткие сессии, игровой процесс очень размеренный. Редко приходится хаотично бегать по локации. Чаще вы неуверенно ходите по комнатам с оружием на готове. В данный момент механика Rainbow Six Siege оставила положительное впечатление. Как только вы разберетесь со всеми вспомогательными предметами и изучите карту, вы удивитесь, сколько игра дает пространство для маневра. При этом, по ощущениям, вспоминаются не предыдущие части Rainbow Six, а SWAT 4, которая вышла еще в 2005 году. Сложно даже представить, что будет творить слаженная команда. Правда, у нас есть некоторые сомнения по поводу того, что Ubisoft успеет выпустить релизный билд в этом году. Уж больно много работы в техническом плане предстоит выполнить. Однако, в любом случае, возможность запрыгнуть через окно прямо за спину противника многого стоит. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ru